Приветствую всех на канале GameOne, сегодня я расскажу и покажу, как правильно нужно приручать гигантозавра. В основном покажу всё, что я сам знаю. Итак, для начала нам нужно седло на гигантозавра, а это не самая простая вещь, так как нужно 96 левел, чтобы открыть седло. Как я знаю, не все могут спокойно дойти, особенно без прайм-пасса, до 96 левела на официальных серверах, это просто нереально. И для этого нам понадобится пройти Хардзиму, вот где она находится, думаю, все знают Хардзиму пещеру. Если хотите полный кайт, как проходить все пещеры, то пишите в комментариях. Нам нужен вот этот артефакт из Хардзимы, этот артефакт как раз нам подойдёт, с него падают очень-очень полезные ресурсы, которые нам нужны, в том числе принят на седло гигантозавра, что нам очень-очень пригодится, плюс это топовое седло, получается, если мы выбьем топовое седло, плюс нам ещё отсюда нужен будет лук, блочный лук, который уже готов. Он больше всего нам понадобится для приучения пикантозавра. Так что давайте сейчас попробуем выбить. Итак, у меня на сервисе стоит Казуал, на одиннешнем режиме точнее сказать, поэтому у меня не теряется артефакт при смерти. Всё, отдаем артефакт, смотрим. Вот мне выпал блочный лук, 276, в принципе он подойдёт, но принт нам не выпал. Но зато принт выпал на тиранозавра, то есть на рекса. На рекса, плюс у нас ещё дробовик отсюда упадает, но нам нужен светло на гигантозавра. Давайте попробуем ещё пару раз пройти, собрать артефакт, точнее сказать. Ну что же, проснулся ещё раз. Надеюсь, на этот раз нам повезёт. Такс, отдаём. И нет, опять, мне кажется, не выпало, нет. На тиранозавра опять же выпал, но не на гигантозавра. Итак, с пятой попыткой мне выпало, плюс тоник амнезии и 20 амберов. Почему 27, знаю, вроде должно было по 10 выпадать, но в целом жаловаться я не буду. Такс, я смогу купить, интересно, станцию шеф-повара. Если с киблом прилучать кикантозавру, то это будет вообще кайф. Кибл тоже легко крафтится, на самом деле. Такс, нет, 25 надо. Давайте, если я вспомню, что давайте скажу примерно. Нам для кибла нужно было сам яйцо, вода, нужно солома, волокно, межоберы и праймяса. Нет, вроде вяльное праймясо и всё. Вроде бы это всё. Ну, в целом, можно посмотреть до детекции. В целом, крафт несложный, если есть яйца кицали. Такс, где у нас седло? Седло крафтится на самом деле не так дорого. Надо было бы сравнить её с этим, с обычным седлом. По ресурсам для крафта. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас принт. А вообще, вот это серое седло очень дёшево стоит на самом деле. Я-то думал быть подороже, но оказывается очень дёшево. Принт ещё очень дорого и уходит по коже. Постальные ресурсы это легко. На официальных серверах очень сложно кожу нафармить столько. Извиняюсь, конечно, что я с админкой, но так проще. Для приучения нам нужно вот этот каменный забор и всего лишь 3, вообще 2 хватит, капканов, медёжих капканов и всё. Для вырубления нам хватит сполна 100 транквилизирующих стрел, либо же 200 наркострел. Это с большим запасом, я говорю. С реально, нереально большим запасом. И очень-очень много наркоты, либо же, опять же, биотоксина. Потому что, ну, в момент приучения я вам покажу его проблемы, которые бывают при приучении с гигантозавром. Итак, нереально много количества времени я потратил, на самом деле, для того, чтобы найти. 2 часа искал на одиночном, в итоге пришлось пойти на сервер. И здесь мне ребята вам подсказали, где находится гигантозавр. И сейчас будем ловить. Здесь, конечно, 2 нам хватится, но я поставлю всё, что у меня есть. Итак, звон наш гигантозавр. К сожалению, он 70 уровня, хотел показать на низком. Придётся здесь уже использовать однику для приучения. Он очень билстрит, так что с живкой, если будете, то очень аккуратно. Потому что он может легко убить. Так, надеюсь... Так, почему-то не попал. Надеюсь, закон для него не слишком маленький. Так, решил купить блужден лук за амберы. 16 амберов даю за них. Вот такие вот амберы заспаунились. У меня они, в принципе, не нужны. Поэтому... Давайте сначала убьём, чтобы она не мешала здесь. Так, в смысле, я не успеваю нажимать, что ли? Так, всё убили. Так, главное, чтобы слой гигантозавр не пришёл, а то ещё Аргента пацану сольёт. Ну, походу, у него игра вылетела, не знаю почему. Он только заходит, но всё, зашёл. Так, всё, вот наш блужден лук. Писал он, наверное, 800 урона. В целом, думаю, нам хватит. Урон всё равно слабый, но чем, может, не лук, тем легче приручить. Ну, тут у нас и этот, получается, большой левел хочет до 99-го. Ну, один левел я ему дам. Больше не был давать. Было время, что я кое-кому дал левел сотый, потому что он помогал и сказал, что не играть на сервере. После этого у всех на сервере были вопросы, откуда у него левел. И на другом сервере такие же проблемы были. Я дал кому Аркентависа. И потом у всех на сервере были топы Аркентависа. Короче, просто, если вы видите меня на серверах админом, просто нет просить лут. Я могу грубо ответить, просто нет. Так, нам нужно как-то забавить сейчас гигантозавр, я не знаю. Он сейчас агрится на всю живку, просто подряд. Как он вообще выживает? Так, немного придётся сейчас переделать. Когда будете ставить, смотрите, чтобы было расстояние вот такое примерно. Даже ещё чуть больше можно сделать. Смотрите, как он попадёт в капкан и начнёт быстро, очень быстро бегать. Вот видите, он на этот момент, получается, что попал в капкан. И запомните, капкан, он очень быстро ломает на самом деле. Капкан, он на самом деле просто, не знаю, он её либо прокусывает, либо просто топчет на месте. Так, у меня 91 стрел. Просто смотрите, 91 стрел. И сейчас расскажу, есть C+, и его минусы. Он, вот, лучше советую вам сразу включить здесь настройки, левый букет, там, просто так называется. Ну, вот эта кнопка появляется у меня слева. Зажимаете кнопку слева, и когда он начнёт оттягивать, нажимаете на правую кнопку и стрелы, где залагал, посмотрите, так вы будете намного быстро стрелять. То есть, как он только начинает оттягивать, отпускаете. Левую кнопку всё время зажатую, а правую вот так вот нажимаете и стреляете. У него торпор, вы видели, да, уже 51 тысячи было. И она очень быстро напальняется. То есть, нам на самом деле не так много стрел нужно. Главное, не берите там ни винтовку, ничего другого. Именно блошный лук, даже обычный лук подойдёт. Ну, если он такой цветной. Просто арбалеты и всё это перезарядка, вы будете просто время своё тратить. Блошный лук именно для этого очень хорош. Даже с серией блошный лук вам намного будет лучше, чем топовый арбалет, потому что перезарядка, всё это ждать, это реально трата времени. Так, ещё что хотел сказать. А, про торпор. У него очень быстро поднимается оглушение, и оно очень быстро падает. Так что даже если вы её вырубите, вам нужно, вам нужно как минимум где-то минута-две, чтобы он проснулся. Так что вы должны за ним очень-очень пристально следить. В данный момент у меня гейкантозевра 70 уровня. Не важно какой у него уровень, но он очень быстро вырубается. Поэтому будьте осторожны. У меня на канале есть видео, где я его вырубил, открыл станцию шеф-повара, решил взять оттуда киблы. Пока искал киблы, он проснулся. Это было обидно. Так вот он попал в второй капкан, пытается убежать. В это время я не так много стрел потратил. Для приручения 4-5 левела хватает 1 кибл на 10х бальзами. Но у нас 70-е. Мне скорее всего придётся здесь использовать админку, чтобы его приручить. Но в целом я показываю вам в принципе, как нужно приручать и чего не стоит допускать. Так, ещё чуть-чуть осталось. Пару стрел. И вот у нас ещё осталось 30 стрел. Был один внос, осталось 35. Не так уж и много ушло. Где-то 60, 1 или 59 стрел. Также если у нас будут наркотические стрелы, там понадобится, я не думаю, 70-80. Не так много. Это тем более 70-го дало. Так, а в смысле он смог закинуть? Вот такой вопрос у меня. Сейчас вот он закинул мясо. Если я оставлю мясо внутри, то для кого он приручится? Для него или для меня? Такой вопрос. Или тот, кто вырубил, это его получается. Для у кого вырубил? Короче, я не знаю, как объяснить. Смотрите, если я вырубил, и он закинет мясо, приручится для него или для меня? Или тот, кто рядом. Такие вот. Посмотрите, уже падает торпор. Оглушение, смотри, как быстро падает. На самом деле. Оно очень-очень быстро падает, и надо максимально быстро приручить. Я не знаю, сколько пойдет, но тыканье за один раз. Закинул он приорит масса. Посмотрим сейчас. Так, я боюсь, что он проснется. Давайте резко ему бьет токсин. Дадим. На всякий случай. Я хочу, чтобы он сейчас проснулся. Я ему хотел левел дать, чтобы он быстрее приучился, но как-то оглушение падает очень быстро тоже. Так, сейчас посмотрим. 3 и 2. Но это на самом деле очень-очень медленно. Давайте, допустим, было бы на 10 тикс, было бы с 32-33. То есть, 3-4. Ну, 3 тикана понадобятся для этого. Ну, или 4. Но в целом, с киблом, мне кажется, хватило бы и 2 кибла на него с 10 тикс. Ну, это максимум, если там... Не знаю. Но в целом, думаю, примерно я объяснил, как его приручать. Давайте сейчас я вам максимально наркоту дам. Точнее, так сильно дам. Чтобы он на всех случаев не проснулся. Я сейчас буду ему левел давать. Так, все. У него 87-й левел. Вроде бы сейчас 30к. Оглушение у него полное. То есть, на 30к оглушение. И сейчас дадим мой левел до приручения. Я не знаю. Вы сможете ему приручиться больше, чем 450-й. То есть, после приручения бывает определенный левел. Сейчас попробуем приручить его. Так, какой-то челик у гигантозавра выстрелил. Не знаю, зачем. Так, соглушение у него волны. Так, все еще 30к. Или 3к. Я что-то не вижу из-за этого. Так, давайте мяс тоже закинем. У него уже 967 левел. Дадим ему еще немного. Я не ожидал, что он будет таким большим. Я хотел найти там 2-го, 3-го. Или хотя бы 10-го, но не 70-го. Так, 1472 левел. Ну, нормально так. 89000 хп. Сейчас вырастет. У него хп, наверное, упадет. Да, 26000 стало. Но это в целом нормально. Так и должно быть. Так, все. Седло надеваем. Вот у нас плюс гигантозавра. В целом, когда вы будете приручать. Я реально говорю вам. Готовьтесь сразу лучше к киблами и с бальзамом. Кибл вам как минимум 2 хватит. Плюс приемлялся еще будет на всякий случай. И как минимум 200 наркоты. Я не знаю, 200-300 наркоты. И... И хотя бы 200 наркострел. Вам сполна хватит даже на сотового. Но лучше всего брать блочный лук. Так как арбалетом я уже приручал. Можете чекнуть канал. Он называется... Ну, там нарисован гигантозавр огромный. Заметьте, это ролик. Так что... Просто посмотрите ролик, как я там... Три раза вырубал гигантозавра с арбалетом. Три раза он вставал. Несколько раз он терял просто оглушение. И вот такие вот проблемы у меня были. Ну, в данный момент мы приручили гигантозавра. И он целая машина просто. Веносленность у него слабая. Она очень хорошая, чтобы дефать от живки. Подводная пещера, на самом деле, если люди нападают, она очень полезна дефаться. Она очень хорошо фармит кожу. Но не скажу, что прям очень-очень. На официальных серверах топор иногда куда лучше фармит. Ну, я на самом деле не очень люблю гигу. Гигу нельзя тэпать. Нельзя на плот. На платформы кецали вроде бы можно, да? А еще гигантозавр, если у него будет очень мало хп, он может заагриться на все, что видит. Даже на свою живку. То есть, я не знаю, как это называется, но она может просто всех убить. В целом, про гигантозавр я знаю очень мало. Ну, если кто-то знает плюсы гигантозавра, буду ждать в комментариях. Самому интересно даже. Ну что же, я в целом показал вам, где достать седло. Каким образом его приучить. Чего ожидать, когда приучать гигантозавра. И все в таком роде. Всем огромное спасибо, что досмотрели. И всем пока.